МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Загадываем желание вперед! Друг за другом! Молодцы! Праздник для детей в поселке Якимовиче. Вот здесь было место? Да, это да, вот здесь. Еще одна авария на светофоре около уюта. Турнир по баскетболу 3 на 3. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Во вторник на плановом оперативном совещании глава муниципального образования Десногорска Вячеслав Сидунков подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. На должность руководителя финуправления администрации Десногорска назначена Светлана Потупаева, которая до этого работала главным бухгалтером администрации. За долгое плодотворное сотрудничество Светлана Владимировна награждена почетной грамотой Департамента Смоленской области по внутренней политике. А ведущему специалисту по жилищным вопросам администрации Десногорска Альбине Морозовой в связи с юбилеем вручено благодарственное письмо губернатора. В наш город приехали студенты и преподаватели ведущего архитектурного вуза России, которые будут разрабатывать проекты благоустройства набережной. Представлены проекты, потом мы обсудим вместе с жителями и по результатам народного выбора уже будет разрабатываться конкретная рабочая документация на обустройстве этой набережной для того, чтобы в будущем, возможно, с участием госкорпорации или концерна Росэнергоатом реализовать этот проект, делать наш город ещё краше. Отдел социальной защиты населения приглашает предприятия и организации Десногорска принять участие во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Приём документов до 12 августа, поэтому, если есть какие-то вопросы, нужна помощь, обращайтесь в отдел соцзащиты, чтобы принять участие в этом всероссийском конкурсе. В садах города открыто 13 групп для детей в возрасте от полутора до трёх лет. С 8 августа планируется открыть ещё четыре группы. А в школах продолжается приём школьников в первые и десятые классы. Во всех учреждениях образования ведётся подготовка к новому учебному году. 30 июля на территории учебно-тренировочного комплекса «Скалодром» сотрудники молодёжного центра совместно со смоленским филиалом «Атомтехэнерго» волонтёрами студенческого актива ОСА и молодёжной редакции «Поколения» подготовили и провели семейный поход, реализованный в рамках направления «Старшее поколение» и посвящённый Дню Семьи, Любви и Верности для работников «Атомтехэнерго» и их семей, а также неработающих ветеранов предприятия. Для участников похода была подготовлена большая развлекательная программа с играми, эстафетами и тренингами. 31 июля около пяти часов вечера в Рославле на улице Комсомольская загорелась баня. Пожарным расчётам понадобилось шесть минут на локализацию пламени и около 40 минут было затрачено на полную ликвидацию возгорания. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного отопления. Отведать настоящие ухи можно будет 20 августа в Смоленском по Озерье. Там пройдёт фестиваль «Рыбацкая кухня». Любители и профессионалы соберутся на берегу Баклановского озера – самого глубокого в регионе. Организаторы хотят познакомить смолян с рыболовными традициями и привлечь внимание к проблемам охраны природы. Яркий и красочный праздник для детей из посёлка Якимовичей организовали ребята из школы вожатых Десногорского дома творчества со своим неизменным руководителем Еленой Гурьяновой. Подробности смотрите далее. 29 июля на площадке перед открытой эстрадой в посёлке Якимовичи вожатые из Дома детского творчества собрали девчонок и мальчишек на весёлый праздник, который назвали «Влюблённые в лето». У нас уже стала традицией в последний день лагеря устраивать какой-нибудь выезд. Первую смену мы завершали в лагере «Прудок». Вторая смена у нас заканчивается в селе Якимович. И я уверена, что тот месяц, который остался для вожатых, для отдыха, они проведут с позитивом, потому что этим летом они отдали столько радости, столько счастья детишкам абсолютно разного возраста. Программа мероприятия была очень насыщенной. Дети играли в подвижные игры, эстафеты, отгадывали загадки, ну и, конечно, танцевали. Мне очень понравился праздник. А что больше понравилось? Было всё интересно, но понравилось мне кидать мячик вверх. Праздник мне очень понравился. Танцевать, полюсать и играть. Организовывать такие праздники нравится и самим вожатым. Для них это практика, ну и, конечно, душевный порыв. Когда улыбается ребёнок, улыбаюсь я, и душа спокойная, и тело отдыхает. Мне очень понравилось, и главное, чтобы детям было весело и хорошо. Ребята правы, о детях, которые живут и растут в селе, нельзя забывать, ведь это наша Россия. В Смоленской области обновили прожиточный минимум. Во втором квартале он составит 10 599 рублей. Для каждой социально-демографической группы показатель свой. Для трудоспособного населения 11 392 рубля. Для пенсионеров 8 696 рублей. Для детей 10 541 рубль. Величина прожиточного минимума – это стоимостная оценка потребительской корзины, включающая минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека. Блок криминальных новостей. Купюру номиналом в 1000 рублей с признаками подделки обнаружили в одном из финансовых учреждений региона. По данному факту полиция проводит проверку. Смоленского пенсионера обманули на сумму более 20 тысяч рублей. 62-летний мужчина внес 21 200 рублей в счет предоплаты за номер в несуществующем пансионате для отдыха. Когда Смоленин решил проверить бронь, сайт был заблокирован. По данному случаю полиция ведет следствие. Наша область вошла в тройку российских регионов, в которых зафиксировано резко снижение числа правонарушений коррупционной направленности. Согласно данным, обнародованным в докладе Генпрокуратуры на Смоленщине, в 2016 году зафиксировано 35 фактов коррупции, что ровно в половину меньше показателей первого полугодия 2015 года. В Рослесском районе на окружной дороге в аварии пострадали 7 человек. Водитель женщина 83-го года рождения на автомобиле Ford Fusion при развороте не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с автомобилем Ford Transit. В результате ДТП водители двух авто и пассажиры, среди которых ребенок 2008-го года рождения, были госпитализированы. А в Десногорске в очередной раз по цветофорам столкнулись два автомобиля. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Участок дороги в 3-м микрорайоне напротив магазина «Пятерочка» один из самых аварийных в нашем городе. Здесь часто происходят дорожно-транспортные происшествия. 3 августа в этом месте опять столкнулись два автомобиля. Водитель машины Мазда, выезжая с парковки, решил сразу повернуть налево с крайней правой полосы и не пропустил автомобиль ВАЗ-2101, который уже включил поворотные фонари. В аварии люди не пострадали, автомобили требуют большого ремонта. Сотрудники ГИБДД прокомментировали эту ситуацию. Данное дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя автомобиля машины Мазда, который не выполнил пункт правил 8.4, правил дорожного движения, в котором гласится, что при перестроении водитель должен вступить дорогу транспортному средству, движущемуся попутно, без изменения направления. Более года баскетбол вернулся на спортивные площадки Десногорска. Наша съемочная группа побывала на турнире «Между мужчинами» в зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна». Десногорцы принимали у себя баскетболистов из Смоленска. Турнир назвали «Атомбаскет» 3 на 3. Играли 9 команд мужчин и юношей. Организатором выступила профсоюзная организация Смоленской АЭС. В результате призовые места распределились следующим образом. Победу в турнире одержала смоленская команда «Беда», «Десногорская команда 0» на втором месте. Третье место у команды из Смоленска «Техстрой». Призы для победителей предоставил правком Смоленской атомной станции и администрация города. В Темкино в день 87-й годовщины образования районного центра состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». В сельском ФОКе установлены современные тренажеры. Универсальный спортивный зал предоставляет возможность играть в футбол, баскетбол, волейбол и большой теннис. Теперь можно будет проводить соревнования различного уровня, от которых до этого приходилось темкинцам отказываться. 5 августа в ДК «Нейтрино» в 18.00 состоится спектакль музыкально-драматического театра «Разные люди» по пьесе Антона Павловича Чехова «Предложение». Вход свободный. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова